Шесть из десяти травмоопасных случаев можно предотвратить, гласит статистика. Один из таких способов презентовала на днях МЧС. Это 3D-карта для молодых родителей. Цель – предупреждать несчастные случаи в быту, используя интерактивные средства. Новинка в мобильном приложении «Помощь рядом» представляет собой виртуальную квартиру, где, двигая пальцем, можно рассмотреть все пространство. Есть комнаты, да, везде, где являются какие-то опасные места, находятся восклицательные знаки, нажав на которые, мы сразу понимаем. Значит, проглатывание мелких предметов – это в коридоре, скажем так, так называемая ключница или тумбочка, где лежат часто мелкие предметы, где может лежать мелочь. Это не единственная разработка министерства. Ведомство уже давно шагает в ногу со временем. Сначала появился сайт, затем YouTube-канал, потом мобильное приложение, где есть много возможностей – от вызова спасателей одной кнопкой до анкетирования молодых матерей, которые, к слову, с первого раза не проходят даже бывалые мамы. Проверено на собственном опыте. На сайте 112.by, либо просто спуститься по главной странице, где мы можем найти игры, тесты. Здесь же можно посмотреть видеоролики, эти же мультики. Можно послушать сказки для маленьких детей, аудиосказки. Здесь информация есть не только для родителей, также могут использовать ее и педагоги. Сотрудники МЧС начинают рассказывать детям о безопасности еще с садовской скамьи. Они в игровой форме показывают и объясняют основные правила. Здесь в ход идут мультики, карточки, аудиофайлы, игрушки и даже инвентарь спасателей. Находится человек, который спасет всех, не забоится пойти в огонь, залезет и в воду, и в дым. Ну, все хором. Номер... И здесь надо отдать должное. Дети в таком формате информацию усваивают хорошо и охотно выполняют все требования безопасности. Дыхательные пути закрывают в избежании попадания дыма, держатся друг за дружку, чтобы не потеряться, и переживают, как бы не споткнуться на выходе. Собраться в цепочке и направиться безопасно к выходу вдоль стеночки, идем один за одним. И самое главное, все наизусть знают номер спасателей и как правильно поступить в экстренной ситуации, будь то ДТП, наводнение или пожар. Я не пойду тушить. Я сначала позвоню маме, а потом я позвоню в МЧС. Если дома есть огнетушитель, надо взять его и потушить им пожар. Но родителям не стоит забывать, ответственность за своих детей несут они. И даже когда ребенок попадает под колеса авто или теряется, здесь в первую очередь вопросы к мамам и папам. Именно они с рождения обязаны прививать своим чадам азы безопасности. И, пожалуй, одно из основных правил. Даже 60 секунд без присмотра могут стоить вашим детям жизни. Кристина Риенс, Максим Глеонко, Андрей Богдан. Итоги недели.